Еще раз добрый вечер. В конце дня рабочего мы хотели бы осветить сложную проблему для многих гинекологов и онкогинекологов. Это проблема лечения яйтрогенных осложнений, в данном случае генитальных свечей у онкогинекологических пациенток. Традиционно все генитальные свечи по этиологии делятся на травматические, лучевые, онкологические и воспалительные. В практике врача-онкогинеколога наиболее часто встречаются первые три типа свечей. Онкологические свечи связаны обычно с местным распространением опухоли в тазу, с ее распадом. И обычно эти пациентки являются либо инкурабельными, либо они подлежат при возможности выполнения экзентерации органов малого таза. У пациенток же излеченных от основного заболевания наиболее часто встречаются травматические и лучевые свечи. И заболеванием онкогинекологическим, лечение которого наиболее часто осложняется формированием свечей, является рак шейки матки. В подтверждение этого могу привести данные большого ретроспективного когортного исследования. Хилтон с авторами проанализировали 350 тысяч случаев гистероктомии и оценили риск возникновения свечей после выполнения операции. В результате исследования оказалось, что риск свечей связан с типом выполняемой операции и с показанием, по которому эта операция выполнялась. При обработке данных выяснилось, что наибольшее количество свечей было получено у пациента, которому выполнялось лечение оперативное по поводу рака шейки матки. И с объемом операции, который наиболее часто был ассоциирован с свечами, это расширенная гистероктомия. То есть радикальная гистероктомия третьего типа по пиверу. Лучевая терапия также вносит свою лепту в структуру и теологическую генитальных свечей у пациенток. В настоящее время, по данным отечественных и международных исследований, средняя частота генитальных свечей после лучевой терапии колеблется от 3 до 5%. Если же обратить внимание на данные, которые проводились ранее, в частности, это данные из монографии Дмитрия Вавильевича Кана, которая была издана в 1986 году, и где он приводит обзор частоты мочеполовых свечей у пациенток за вторую половину прошлого века, то можно увидеть, что ряд авторов давали довольно большую частоту свечей, и у некоторых она достигала 15 и даже 25%. Безусловно, тогда это было связано с несовершенством оборудования, на котором проводилась лучевая терапия, и с разработкой схем обучения. С чем же связана такая повышенная частота формирования свечей именно у пациенток, имеющих в анамнезе рак шейки матки? Во-первых, это анатомические особенности. Мочевой пузырь, прямая кишка, мочеточники располагаются в непосредственно интимной близости к шейке матки. Мочеточники, в принципе, проходят через толщу кардинальной связки, которая является, скажем, целевой зоной и при хирургическом лечении рака шейки матки, и при лучевой терапии. При хирургическом лечении рака шейки матки, скажем, основной объем операции – это расширенная гистероктомия третьего типа, которую мы сегодня видели в прекрасном исполнении Игоря Викторовича Берлева. И мы видели, насколько полной производится скелетизация мочеточников, и это, в свою очередь, может приводить в дальнейшем к развитию трофических нарушений. При раке шейки матки широко используется лучевая терапия, и, как мы знаем, при местно распространенных опухолях шейки матки она является практически единственным методом лечения. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что существуют рекомендации по обследованию пациенток с генитальными свечами, но отсутствуют, скажем, четкие алгоритмы применения различных методов обследования и маршрутизации пациенток с генитальными свечами. В России существуют рекомендации Ассоциации колопрактологов, в которых освещены проблемы диагностики прямокишечно-влагаечных свечей. Но, опять же, там отсутствуют данные по маршрутизации, и эти рекомендации, скажем, обладают определенным субъективизмом, поскольку их разработкой занимались исключительно врачи-колопрактологи. Российских же рекомендаций по ведению и обследованию пациенток с мочеполовыми свечами нет. Но если мы обратимся к рекомендациям Европейского общества урологов, то мы увидим, что мочеполовые свечи рассматриваются в рубрике по недержанию мочи, и диагностики мочеполовых свечей отводятся менее одной страницы. Мы хотели бы поделиться нашими небольшими данными по обследованию, лечению пациенток с генитальными свечами. В течение двух лет мы обследовали, наблюдали, лечили 18 пациенток. Наибольшее количество пациенток имели в анамнезе именно рак шейки матки. Из 18 пациенток 15 анамнезей перенесли хирургическое лечение, у 11 пациенток проводилась лучевая терапия, у 3 из них она проводилась по радикальной программе, это была сочетная лучевая терапия. 6 пациентка проводилась в адюантном режиме, и еще 2 пациентка в неодюантном и в адюантном режиме соответственно. В результате обследования этой группы пациенток были диагностированы данные виды свечей. Обращает на себя внимание большое разнообразие свечей, большое количество комбинированных и сложных свечей, в частности, сочетание пузырь налогаличных, прямокишечно-влагаличных свечей, большое количество мочеточников влагаличных, комбинированных пузырно-мочеточников влагаличных свечей, которые являются, скажем, наиболее типичными для пациенток, оперированных по поводу рака шейки матки в объеме гистероктомии третьего типа. В результате обследования, лечения, курации этих пациенток мы в своей работе определили наиболее удобный для нас алгоритм ведения данных пациенток. Суть его заключается в том, что мы выделяли амбулаторные и стационарные этапы обследования и далее планировали этап хирургического лечения. Опять же, особенностью было то, что при первичной консультации пациенток мы старались выполнять осмотр в зеркалах, пробы с красителями. Если было возможно, пациенткам выполняли цистоскопию и выполняли ультразыковое исследование верхних мочевых путей для исключения рентгенционных изменений и, соответственно, выделения группы пациенток, которым необходимо выполнение дренирования верхних мочевых путей на предоперационном этапе. Такое полное обследование на этапе первичной консультации позволяло уже ориентироваться в размерах, локализации и видосвеща, выделить пациента, которым, соответственно, необходимо дренирование верхних мочевых путей по относительно срочным показаниям, оценить состояние ткани и, соответственно, планировать сроки предоперационной подготовки. В дальнейшем все пациентки госпитализировались для стационарного этапа обследования, который носил уточняющий характер, при этом мы уточняли тип, локализацию свеща, оценивали анатомические функциональные изменения органов, которые образовывали свещь, и, соответственно, планировали вид фистулопластики, сроки и доступы. На данном слайде приведены диагностические методы, которые используются при обследовании пациенток с генитальными свещами, которые мы в том числе используем в своей практике. Темным шрифтом выделены, скажем, методы исследования более-менее облигатные. Коммунерную томографию МРТ малого таза у пациенток с мочеполовыми и с прямокишечно-логащими свещами мы в основном использовали не для диагностики свещей, а для исключения рецидива основного заболевания. Вкратце хотел бы остановиться на основных ключевых этапах обследования этих пациенток. Первым этапом является, безусловно, влаголичное исследование, от которого можно получить значительную информацию. В частности, на первом слайде, для примера, фотография свеща пациентки. Это пузырьный влаголичный свещ после комбинированного лечения по поводу рака шейки матки. Видно большое количество некритизированных тканей и наложение фибрина. В области свеща. На втором слайде пациентка после сочетанной лучевой терапии с гигантским пузыренно-влаголичным свещом видно пролоббирование передней стенки мочевого пузыря свещ диаметром около 6 см и прямокишечно-влаголичный свещ диаметр около 3-4 см. Большое значение уделяется эндоскопическим методам исследования. Мы широко используем цицископию. При этом мы получаем большое количество ценной информации. Мы можем визуализировать свещ, оценить его топографию, размеры, определить отношение свеща к устьям мочиточников, поскольку это оказывает отчасти решающее значение для планирования хирургического доступа и вида фистулопластики. Иногда у этих пациенток вследствие булезного отека или вовлечения устья мочиточника в свещ не удается визуализировать устья. Тогда мы используем хромоцицископию. То есть во время цицископии мы вводим индикокармин в вену и смотрим выбросы окрашенной мочи из устьев мочиточников. Таким образом можно определить устья, которые не были видны при обычной цицископии. Также мы оцениваем степень выраженности лучевого цистита, ориентируемся в емкости мочевого пузыря, поскольку у этих пациенток сложно оценить реальную емкость мочевого пузыря, из-за того, что мочевый пузырь не герметичен. Цископия всегда проводится при обтурации влагалища, поэтому мы получаем только относительные данные. Часто у этих пациенток можно визуализировать различные народные тела в мочевом пузыре. Это могут быть нерассасывающие шовные лигатуры, это могут быть фрагменты катетеров. Мы даже находили забытые стенты мочиточниковые внутренние, которые просто мигрировали в мочевый пузырь, про которые все забыли. Это могут быть камни, которые инкрустируют лигатуры. Также можно определить так называемый симптом вертелия. Это расширенное, не сокращающееся устье мочиточника, которое может быть указанием на травму мочиточника с этой стороны. При подозрении на рецидив заболевания, соответственно, в одномоменте выполняется биопсия слизистой оболочки мочевого пузыря щепковая. А можно запустить видео. Это пациентка с пузырно-лагалищным свещом. Здесь визуализирована левая устья мочиточника. Вот визуализируется нормальная правая устья мочиточника. Видно, как оно перистальтирует. И выше межмочиточниковой складки виден супротригональный, так называемый пузырно-лагалищный свещь. Размером где-то около полутора сантиметров. Это типичная локализация свеща, которая обычно возникает у пациенток, когда обычно в конце операции устает хирург, устают ассистенты. Основной этап операции в виде гистероктомии выполнен. И необходимо ушить влагалище. И в этот момент, когда плохо с помощью зеркала создается экспозиция влагалища, мочиточник может просто захватываться в шов и фиксироваться в влагалище. Это зона расположения свеща, типичная именно для такой травмы. Можно еще видео запустить. На данном видео показаны нерассасывающиеся шовные лигатуры. Это лавсан в области свеща. Сначала мы предполагали, что это одна лигатура, но в последующем при цископии повторное удаление лигатуры оказалось, что там был целый клубок ниток нерассасывающихся. Четыре лавсан в лигатуре были удалены из свеща. Это единственная пациентка, у которой свещ закрылся самопроизвольно после удаления лигатур, даже без уритрального катетера. Можно видео? Это еще одна интересная пациентка. Это комбинированный пузырь на мочиточника влагалищный свещ слева. Видна язва лучевая на стенке мочевого пузыря прямо в проекции свещевого хода. Видно здоровое устье мочиточника с правой стороны. Это выброс эндигокармина. Устье левого мочиточника мы достоверно не визуализировали при цископии. И оно было найдено только при осмотре в зеркалах по выделению дигокармина. Еще раз можно видео запустить? Это еще одна... Нет, это не то. Вот это. Нет, это предыдущий запускается. Нет. О, это получится запустить еще? А? Что-что? Оп, прошу прощения. Ой, не туда нажал. Не получится запустить? Нет, не получается. А куда нажать-то надо? Так. Хорошо, давайте сейчас мы пропустим этот слайд. Там просто был комбинированный свитч пузырного логоличного и прямокишечного логоличного. Следующим методом обследования, которым мы широко используем, пациентская прямокишечная логоличная свища является колоноскопия. Особенностью ее проведения является то, что ее можно выполнять и через задний проход, можно выполнять через колостом, потому что пациентки, которые мы обследовали, они поступали уже с отключенной прямой кишкой. Обычно это были либо двуствольные сигма стомы, либо трансферзы стомы. И при наличии стом выполняется исследование с помощью колоноскопа как в интеградном, так и в ретроградном направлении. Колоноскопия позволяет визуализировать свитч, оценить выраженность лучевого проктита и исключить наличие структуры прямой кишки в проекции свитча. Часто под сочистной лучевой терапией у пациенток образуются структуры прямой кишки, и они носят характер ригидной шпоры на поверхности задней стенки прямой кишки. Особенностью выполнения эндоскопических методов исследования у пациенток с лучевыми, с вещами являются технические трудности при обтурации влагалища. Обычно при выполнении цистоскопии мокрый весь хирург, помощник, потому что жидкость и моча постоянно изливаются из влагалища, и очень трудно обтурировать его. Мы обычно используем либо фолеевский катетер, обтурируя баллоном при небольшом размере влагалища, либо перчаточно-марлевый тампон. Соответственно, при отсутствии четкой визуализации устьев мы используем хромоцистскопию этих пациенток. При выраженном лучевом цистите, проктите, при стенозе влагалища, при выраженном болевом синдроме этих пациенток целесообразно обследовать сразу под общим обезболиванием. Совместить несколько исследований, осмотр в зеркалах, цистоскопию, колоноскопию. Обычно тогда такое комплексное исследование занимает 40 минут, час, проходит безболезненно для пациентки и позволяет получить максимально достоверную информацию. Из рентгенологических методов исследования у пациенток с мочеточника влагалища с вещами или с подозрением на вовлечение мочеточника в процесс, мы всегда выполняем ретроградную ортеропиелографию. В данном случае визуализирован пузырь на мочеточника влагалища с вещами, а у этой пациентки визуализирована девиация и структура левого мочеточника. При наличии нефростомы у пациенток удобно выполнять антиградную и совмещенную с ретроградной ортеропиелографию. При этом можно четко определить зону и протяженность, в данном случае облитерации мочеточника, увидеть старый мочевой затек и зону структуры. Также у пациенток с мочеточником влагалища с вещами мы часто выполняем вагинографию. Здесь видно контрастирование культи влагалища, по сторонам виден контраст в проекции мочевого пузыря, как баллон катетера фолея обтурирует влагалище, и контрастирована мочеточника влагалищный свитч справа. На соседнем слайде выполнена селективная фистулография, тонкий мочеточниковый катетер со стороны влагалища введен через свитч, в свитчевой ход, введен контраст, и он определяется в проекции мочеточникового стенда, который стоит в поврежденном мочеточнике. Мультиспиральная компьютерная томография очень информативна при мочеточниковых повреждениях, особенно при свежих. В частности, у этой пациентки с двусторонним мочеточником влагалищными свитчами. С одной стороны свитч образовался раньше, правая почка дренирована нефростомой, с левой стороны виден затек контраста в проекции левого мочеточника. Здесь он определяется при трехмерной реконструкции. В нашей группе пациенток была одна пациентка с редким тонко-кишечно-влагалищным свитчем, потому что действительно редкое состояние встречается, оно крайне редко. Здесь визуализирован свитч, воспалительный инфильтрат, и свитчевой ход соединял подвздошную кишку с культивой влагалища. Магнитно-резонансную томографию мы используем для исключения рецидива основного заболевания, также можно ее использовать для оценки выраженности лучевых реакций у пациенток после лучевой терапии. В данном случае пациентка с выраженным лучевым проктитом, посмотрите, какой толщины стенка прямой кишки, какой отек сохраняется через несколько месяцев даже после лучевого лечения. Еще одним аспектом инструментального обследования пациенток является обследование донорских зон при планировании различных пластических лоскутных операций. У данной пациентки для закрытия свища мы планировали использовать лоскут желудка, и использование рентгенографии желудка позволяет оценить размеры, форму желудка. Использование мультиспиральной комбинутной томографии с трехмерной реконструкцией позволяет оценить сосудистую архитектонику, чтобы на операции не было каких-то сюрпризов с планированием лоскута. В заключении хотел бы оформить все свои слова в определенные выводы. Принципиально то, что мы используем два этапа обследования пациенток, облаторный этап и стационарный, и значительную часть информации мы уже получаем при первичной консультации. И при этой же консультации мы уже определяем группу пациенток, которым необходимо тренирование верхних мочевых путей в срочном порядке для профилактики пилонефрита и подготовки пациенток к дальнейшему хирургическому лечению. Пациенток с лучевыми свечами, с выраженным болевым синдромом, не надо мучить просто при осматривании в зеркалах, выполнять сископию. Лучше это сделать быстро и спокойно под наркозом и бережно для пациентки. И мы настаиваем на том, чтобы обязательно оперирующий хирург принимал участие на всех этапах обследования пациентки, поскольку знание четкой топографии, размеры свеча, виды свеча принципиально важно для планирования операции и результатов. Спасибо большое за внимание.